Но вот даже, кстати говоря, в этом своем скромном нынешнем, я бы сказал, банальном качестве патриарха московского, Гундяев скоро очень будет воздействован и задействован на все 100%. Потому что в случае очень большой глобальной войны России с миром, о возможности которой на этой неделе аккуратно впервые заговорили кремлевские пропагандоны, Гундяев будет абсолютно незаменим на передовой. Он может доводить солдат НАТО до слез рассказами о своей бедности. И те будут массово сдавать свои сухпайки, голодать и терять, конечно, боеспособность. Кстати, вполне возможно, что он владеет языками достаточно для этого. Ну, не до такой степени, что... Ну, или по-древнегречески расскажу, в конце концов. Вполне может быть, да. Вот предчувствуя, по крайней мере, вот эту свою миссию, он репетирует эту роль золотого нищеброда, причем очень-очень удачно. Вот все-таки, что значит питерская школа? Она позволяет стать кем угодно, от президента до патриарха и так далее, и так далее. Это безграничные возможности вранья, лицемерия, продажности, хитрости и подлости. Главное, я прошу прощения, начинать со школы джудо, правильно? Нет, это вообще питерская школа. Хорошо. Это не только у Владимира Владимировича. Вообще, поговорим, потому что вот эта третья мировая, она вполне реальна, но она, без сомнения, станет, конечно, самой смешной войной за всю историю человечества. И в этой схватке миров, которая, возможно, ожидает нас в ближайшее время, должно быть прекрасно все, да? Ну, я надеюсь, что никому в голову не придет заподозрить российскую армию в боеспособности. Она могла бы победить в Третьей мировой только в том случае, если бы все дело заключалось в конкурсе на проведение парадов. Тут, да, действительно равных нету. Либо, если бы современная война велась бы при помощи церквей. Эта ситуация тоже была бы попроще для России, потому что Россия была бы способна поразить практически любой объект, сбросив на противника собор старца Минобороны, который недавно построен. Ну, проблема только, как дотащить его по воздуху и уронить так, чтобы он упал прямо бы на Пентагон или на Белый дом. Это, конечно, было бы очень символичным и красивым событием. Кстати, удивительно, что вот когда проектируют очередные церкви, даже у вас в Москве, вот эти вот 300 штук, не предусматривают в подвале местечко для размещения двигателя, потому что в нужный момент они тоже могли бы стартануть куда-нибудь, завалив... Ну, откуда вы знаете, что не проектируют? Знаю, знаю. Там даже сортиров нет, потому что победила секта антисортирников, запрещающая устанавливать в церквах туалеты. Это отдельная история, я о ней рассказывал. Ну, и понятно, что начнется, конечно, Третья мировая с того, что у населения будут конфисковывать колясочки, переделанные в танки, которые так любят катать на 9 мая, и, в принципе, тоже боевая единица, там очень небольшой танкист всегда поместится, а катить по передовой ее могут генералы, да. Можно бомбить кадилами, мощами, особенно, кстати, эффективно мощами, потому что это будет воспринято как эффективное бактериологическое оружие. Но лучше, конечно, вот еще у России что есть из аргументов, из тузов? Из тузов есть возможность разрушать противника изнутри, потому что, вот, например, есть Маргарита Симоньян, да. Она может публично есть бобра. Это единственный человек в мире, который это может делать. И это настолько страшное зрелище, что даже 101-я десантно-штурмовая бригада из Кентукки не выдержит этой картины и бежит. Потом на театре военных действий может туда-сюда ползать Яровая и перекусывать противнику интернет. Как выяснилось, она не очень понимает, что такое интернет, но знает, что он где-то проходит по воздуху. Следовательно, кусать можно везде. Это тоже будет очень сильным зрелищем. А вот всякие там депутаты, депутатши, министры, они могут организовать публичный дом, где будут заражать вражескую морскую пехоту российским патриотизмом. Там же будут трудиться и Яночка с чемоданами Витон, и Безруков, и они будут вносить поправки в каждый происходящий акт. Они это умеют делать, у них набитая рука и все остальное. Но я думаю, что, кстати, новый танк Армата, он тоже скажет свое слово в Третьей мировой войне. Он все еще новый, простите. Он последний, да, крайний, как нынче выражается, потому что танкисты не дураки, они поймут, что происходит, и предложат и той, и другой стороне услуги, открыв на театре боевых действий сеть платных, мобильных, бронированных сортиров. Причем эти сортиры могут пребывать в любое расположение по вызову. Ну, а Жириновский, понятно, будет заманивать подлодки США в большое джакузи и там ласками доводить экипажи до необходимости все-таки самозатопиться вместе с лодкой. Ну, будут еще крестные полки, бессмертные полки, крестные ходы, которые будут объедать войска НАТО, путаться под ногами, рассекать армейские колонны. Оль, ты, кстати, заметила, с каким пафосом, с каким необычайным надрывом и страстью сообщается о концентрации белорусских войск у границ России? Да, да, да. Ты почитай внимательно. И причем понятно, что вот из этого становится понятно, что опасность огромная и что белорусские партизаны через несколько часов войдут в Москву и в наказание за испуг Лукашенко, вероятно, засеют картофелем Красную площадь. И потом где-нибудь, выкопав землянку на краю, они будут снова рассуждать, а за кого, собственно говоря, они в этот раз партизанят и на чьей стороне они воюют. Может быть, они выяснят. А казаки тоже. Казаков можно будет выдвинуть на передовую. Они разорят несколько американских полков ценами на билеты, потому что ничего, кроме ансамбля песни и пляски, они, в общем, не могут. Почему, как вам кажется, вообще пошла вот эта вот тема, вот что Сатановский рассказывает нам про то, что все против России вот сейчас начнут воевать? Что там, я не знаю, Патрушев очередное интервью дал какое-то очень... Да, конечно. Ну, пойми, Сатановский это такой Соловьев для умных. Это действительно очень прожженная и очень хитрая боевая единица той стороны. Он действительно не глупый. И я подозреваю, что через него идут эти первые вбросы. От чего это происходит? От того, что возник колоссальный дефицит врага. Врага, как такового, не осталось. Некем пугать. Это огромная проблема для пропаганды. Кстати, вот по поводу Третьей мировой войны, то понятно, что, например, между Россией и Соединенными Штатами Америки война возможна только в том случае, если Америка будет честно выполнять все поставки по ленд-лизу, которые будут заключены в договоре между этими двумя странами. Короче, почему вдруг потребность в Третьей мировой? Действительно, вот эта запретная тема снова расчехляется. И доверена это самым искусным, хитрым, типа Сатановского. Но ведь это не надуманная проблема. Как все время необходимо народ и пугать, и предлагать ему врага, и развлекать его. А у Кремля пугалки кончились, потому что ведь любой народ-то как пьяная ПТУшница. Вот только что она заплетающимся языком клялась в вечной верности, а как только ты отвернулся, она уже кому-нибудь дает. И за ней действительно, за народом нужен глаз да глаз, и постоянно его пугать. И пропаганда не может работать без образа врага. От бендеровцев уже трясет. Уже как бы никто не боится бендеровцев. Одно время... Слушайте, ну только что нам Александр Григорьевич показал, как это делается. Подожди. Берутся непьющие мужчины в санатории, и все, и вот вам образ врага. Этого недостаточно. Вуаля. Вот в России этим тоже никого не напугаешь. Одно время Россию удалось запугивать геями. Отлично работали западные геи. Но теперь все знают, что Россия в целях сдерживания Запада разработала множество своих. Причем во всех модификациях, и всюду, куда могли бы проникнуть натовские геи, уже расставленная отечественная. Одна РПЦ может предложить такой богатый набор геев на любой вкус, что конкурировать с Россией в этом смысле бесполезно.